Рады приветствовать нас на нашем вебинаре. Традиционно мы вещаем с калининградского офиса компании 1S Bittrex. Мы сегодня будем проводить вебинар, посвященный теме конверсии и интернет-магазинам. Традиционно хотелось бы проверить, что вы нас слышите и все в порядке. Пожалуйста, если вы нас слышите во вкладке «Questions», поставьте плюсики. Мы хотим посмотреть, что все хорошо и у нас все работает. Если вдруг не будет звука или будут какие-то проблемы, то вы можете попытаться переподключиться. Плюсики пошли, все хорошо. Спасибо большое вам. Если вы не хотите видеть наше видео, вы можете его уменьшить. На экране показано, как возможно это сделать. Обязательно будет запись нашего вебинара. Ну и начнем по нашей теме. Сегодня мы поговорим о новых компонентах. Вести вебинар будем мы вдвоем. Это я, Юрий Волошин. Я являюсь руководителем отдела развития продуктов. И Орландо Велосека – это ведущий разработчик, который делал, в принципе, все эти компоненты. Здравствуйте. Здравствуйте. О чем хотелось бы немножко вначале поговорить? Хотелось бы поговорить о тенденциях, которые происходят на рынке, вообще с веб-разработкой, с сайтами и так далее. Происходит следующее. Меняется мир, меняется рынок, изменяется принцип работы с сайтами, изменяется вообще взаимодействие пользователей с сайтами. И как оно меняется? Меняется тенденция к тому, что все больше клиентов приходит с мобильных устройств. И с мобильных устройств не важен как таковой прям очень красивый дизайн вашего сайта, а скорее важны подача ваших картинок, подача вашего описания, красота подачи этих элементов, какие-то ключевые моменты, картинки и так далее, которые вы можете показать вашим клиентам. По данным StartCounter и GlobalStat тенденция сводится к тому, что почти 52%, а точнее 51,3% пользователей приходят с мобильных устройств. И в первый раз произошла такая ситуация, когда мобильных пользователей стало больше, чем десктопных. Но что происходит на реальных сайтах, которые находятся в регионах, которые находятся в каких-то региональных магазинах и так далее? А тенденция подтверждается. Я для примера взял сайт своей супруги, посмотрел за последний месяц, что происходит у него по трафику, то есть я взял последние 30 дней. И что я вижу? Я вижу примерно такую же картину. То есть 48% пользователей приходят с больших компьютеров, с больших экранов, а уже 44% пользователей приходят со смартфонов и 8% пользователей приходят с планшетов. То есть в принципе фактически 52% это мобильные пользователи. Тенденция подтверждена. Подтверждена даже на небольшом проекте, который работает только на Калининградскую область. Фактически нужно делать акцент на мобильщиков и нужно стараться с ними работать. Не буду зачитывать все, что мы сегодня расскажем. Вообще мы постараемся не просто показать вам компоненты, которые вышли и что нового появилось в компонентах, а постараемся какие-то наложить бизнесовые задачи, которые было бы интересно решать вам в рамках вашего интернет-магазина. Я буду давать небольшую вводную по списочку, который у меня написан, а Орландо будет показывать, как это реализовать с помощью наших компонентов, как сделать настройки и так далее. Ну и начать нашу секцию хотелось бы интересным выражением, которое мы очень любим в нашей компании. Это выражение сказал Орландо Велосека. Компоненты каталога идеальные, их не надо кастомизировать. Ну давайте переключимся на наш интернет-магазин. И с чего мы начнем? Представьте, что интересно вашим пользователям на вашем магазине. А интересно на вашем магазине делать какие-то специальные выборки для ваших клиентов. Стандартным каталогом уже очень сложно удивить ваших пользователей. Хочется получить какой-то дополнительный трафик, который, например, не постоянный, но сезонный или еще какой-то, но тоже хочется забрать этот трафик. А как можно забрать этот трафик? У вас есть огромный каталог, делать специальный раздел, в котором делать сложную структуру показа товаров очень сложно. Дублирование контента и так далее, оно влияет на SEO, влияет на продвижение. Но что же можно сделать? Можно сделать очень простую настроечку, когда создается отдельная страничка, и мы из этого же каталога товаров делаем выборку под определенную тематику. Предположим, вот для сайта супруги я делал выборку на 8 марта, на 23 февраля, на 14 февраля. То есть создается определенная страничка и дает возможность выбрать из вашего всего каталога какие-то товары по каким-то условиям, по каким-то диапазонам, которые интересны и важны для вашей аудитории и могут быть важны для вашей аудитории. Такая страничка создается, прописываются тексты специальные для этой странички, и вы сможете привлекать на эту страничку дополнительный трафик, сезонный трафик. Эта страничка может быть подготовлена заранее, за 2-3 месяца до начала. Очень быстро они индексируются, такие странички, индексируются очень хорошо Яндексом, в принципе, неплохо индексируются Гуглом. Я ставил эксперименты на сайте супруги без каких-либо дополнительных изысков, используя стандартные возможности по SEO во вкладках каталога. Можно очень хорошо привлечь трафик на такие вот тематические странички. В принципе, за 3 недели у меня выходили из десятка запросов, которые есть на этих страницах, уходили в топ, даже в топ-1, в топ-3, и можно было привлекать клиентов на такие тематические странички. Давайте посмотрим, как можно собрать такую тематическую страничку, какую тематику мы будем собирать и что мы будем делать на этой страничке. Мы выбрали тематику распродажи, то есть у нас будет страница, где будут выводиться элементы, которые мы выбрали как распродажные. Собственно, для начала мы создаем свойства распродажа в инфоблоке нашей одежды. Я его предварительно уже создал, и также я предварительно создал страницу распродажи, где сейчас на данный момент выводятся все элементы, так как отбор никакой не указан. Собственно, мы, наверное, сразу и создадим этот отбор. Ну, давай, прежде чем создавать отбор, давай, наверное, вообще покажем, какие отборы возможно сделать, по каким параметрам можно делать отборы, ну, чтобы люди понимали, что мы можем сделать внутри интернет-магазина. Во-первых, появился специальный раздел. Это фильтр... Фильтр товаров. Да, благодаря нему мы можем выбрать здесь с помощью условий, по каким-то определенным параметрам или свойствам каталога выбрать свою, сделать свою выборку. Ну, мы уже, вот как я уже говорил, создали свойства каталога распродажи. Также мы выбираем, ну, должно быть выбрано, и, в принципе, наша выборка уже готова. Мы можем это сохранить и увидим, что сейчас один товар у нас есть в распродаже. Ну, давай еще один товар пометим, что он тоже попадает под распродажу. Добавим какой-нибудь любой товар, что-нибудь из футболок. Находим наше свойство, свойство распродажи, выбираем его и сохраняем. Теперь наше свойство, наш товар тоже в 10-м позиции. Вот наша футболка «Женская ночь» также отбородилась. То есть, фактически, в этих настройках вы можете отбирать по любому свойству, как самого основного каталога, так и по торговым предложениям. Это могут быть цвета, размеры, еще какие-то характеристики, которые характеризуют ваш товар. Мы, насколько понимаю, можем отбирать по весу, по габаритным размерам. То есть, соответственно, вы сможете, например, сделать отдельную страницу, где будут показаны только габаритные товары, на которые вы, например, сделаете какую-то определенную скидку для ваших клиентов. Или товары по каким-то определенным характеристикам, которые будут интересны именно в данный момент. Вот как в примере моем, который я говорил, вы можете сделать выборку на 8 марта, на 23 февраля или еще что-то. Вам нужно будет просто проставить параметры внутри компонентов. В чем плюс такого отбора? Плюс в том, что при появлении новых товаров, когда контентщики или вы, как владелец вашего интернет-магазина, будете загонять товар внутрь системы, вы сможете сразу поставить те значения, которые, предположительно, будут интересны вашим клиентам в данных тематических страницах. И автоматически эти товары попадут на эти страницы, как произошло с товаром, который показал Орландо. То есть он поставил метку на конкретном товаре, обновил страницу с этим разделом, товар автоматически туда попал. Поэтому, единожды создав эти страницы, вы фактически будете апдейтить туда товары, которые будут постепенно поступать на ваши полки вашего интернет-магазина. Вам нужно будет только решить, для каких вот этих тематических выборок, которые вы сгенерировали, больше подходит данный товар. Так, в данном случае я добавлю, что мы можем сразу, опять же, для нашего раздела распродажи, например, сделать свою скидку. Мы можем простым условием, таким же условием выбрать, например, создать какую-то скидку распродажи. Распродажа, выбрать сразу ограничения для всех. И условия также добавить по предоставить стоимость товара в корзине, примерно на 30%. И по условию также мы выберем свойства… Сейчас, секундочку. То есть, фактически, вы можете назначить какую-то определенную скидку на те же условия, которые вы выбирали в отображении вашего каталога. То есть, они будут совпадать, соответственно, эти товары получат какие-то дополнительные привилегии и будут приятны посетителям. Кроме того, что они увидят ваш раздел с выборкой под определенную тематику, они могут еще увидеть и определенную скидку под эту же тематику. То есть, однажды настроив такую схему, вы, в принципе, сможете дальше просто добавлять товары в данный раздел. Сейчас поменяли. Это, видимо, новое обновление наше. Я сейчас, честно говоря, не могу сразу найти, где у нас. Собственно, мы выбираем просто, опять же, скидку 30%, например, для товаров, которые совпадают с условием распродажи. И здесь у нас, ну, сразу у нас есть этот раздел с 30% скидкой. Я сейчас... Давай, давай, в этот раздел еще добавим немножко товаров. Мы будем сейчас показывать другую еще схему. Давай посмотрим, что можно будет производить. Пока Орланд добавляет скидку, вернее, не скидку, а товары добавляет в этот раздел, поговорим о том, что мы можем еще сделать. Но хорошо было бы показать, например, товары в каком-то другом виде, нестандартном для вашего каталога. Стандартно вы, например, показываете по 3-4 товара в ряд. Это стандартная плитка, которая знакома вашим посетителям. Но всегда хочется привлечь внимание к вашим товарам, привлечь внимание к разделу. Соответственно, показать товар более красочно. Сейчас немножко товаров добавит Орландо в этот раздел. И мы сможем на них уже более детально посмотреть, как это делать. Здесь пишут, кстати, что звук немножко плохой. Если действительно это такая какая-то стандартная тенденция, вы нам подскажите. Мы попробуем посмотреть, что происходит. Сори, что я тебя прерываю. Сейчас я посмотрю, какой микрофон стоит у нас. Да нет, микрофон стоит правильный. Микрофон стоит правильный. Все. Говорят, нормальный звук. Все хорошо. Значит, просто попробуйте переподключиться. У кого проблемы со звуком, скорее всего, какие-то проблемы именно с каналом. И можно будет переподключиться. Сколько товаров ты уже набрал? Сейчас 5. Давай до 6 допьем и будем издеваться над показом данных товаров. Уже есть. 6. Все, достаточно. Представьте, что каталог это стандартный. Мы 3 товара в ряд показываем. Это стандартно для каталога, но это неинтересно. Давай сделаем так, чтобы, например, первый товар, вот эта вот девочка в черном платье, мы хотим сделать на ней акцент, сделаем ее больше. Как это сделать? Опять же, это все, да, через настройки компонента у нас сейчас есть также новый контрол выбора вариантов отображения товара. Во вкладке «Внешний вид» вариант отображения товара. Здесь мы можем составить свою схему. Ну и в твоем случае, получается, мы выбираем эту схему с вылетным товаром. Не торопись, только убегать с этого, с раздела. То есть внутри компонента появилась возможность собрать вам каталог в том виде, в котором вы хотите его видеть. Вы можете каждый раздел пересобрать по-своему. То есть можно задавать количество товаров, которые будут показаны в ряд. Можно задавать разные количество товаров для разного ряда. Вы можете сделать, что первый товар будет вообще один, потом будет три товара, потом будет пять товаров. Они как-то будут сгруппированы и так далее. То есть можно сделать свою полностью схему отображения. Кроме этого, компоненты стали поддерживать бигдату. Можно переключиться галочкой на режим бигдаты и вставить внутрь компонента показ каких-то товаров с бигдатом. Ну, как бы те, которые определила бигдата для данного пользователя, который зашел. В чем плюс такого решения? Раньше у нас были отдельные компоненты, которые показывали товары, сгенерированные облаком нашим. И клиенты, заходя на ваш сайт, вы должны были поставить этот компонент либо внизу, либо вверху выдачи. Но это был отдельный раздел с отдельным блоком, который имел там свою подпись или еще что-то. Во-первых, не все шли и настраивали какой-то дополнительный компонент. Достаточно сложно привлечь к этому блоку внимание пользователей. Очень многие ставили этот блок ниже основной выдачи каталога. Теперь же вы можете сделать эту выдачу прямо внутри каталога. Весь, конечно, каталог заменять им не очень эффективно. Но вы можете, например, первые две строчки сделать вашими товарами, которые вы считаете самыми популярными по каким-то вашим критериям. А потом добавить одну-две строки теми товарами, которые облако посчитает популярными для вашего интернет-магазина. Давай поставим вот второй строкой, например, пусть будет это один или три товара. У нас просто только не будет товара. Давай, давай, три. Сколько будет? Поставим вывод отображения товаров каких-то, которые показала бигдата. Кстати, у нас не хватит. Ты сказал, пять добавил или шесть? Ну, вылезется, по сути, да. Так как у нас один товар, он, скорее всего, и выберет оставшийся. Так как если был бы у нас больше отбор, конечно, он бы выбирал уже по нашим персональным рекламам. Нет, как раз таки должно получиться. Пять здесь и три бигдата. Все, отлично. Сохраняем, посмотрим, что у нас получится. Наша выборка. Все. Вот нам два товара рекомендовали, к сожалению, бигдата. Да. Почему не проверила, что такой товар уже есть? Это баг какой-то, не должно такого быть. То есть, фактически, мы должны были показать только те товары, которые уникальны для этого раздела, но здесь, скорее всего, выбирать особо нечего, потому что у нас очень маленький процент выборки, да и не успело еще все в облако заиндексироваться. То есть, мы показывать можем товары в каком-то отдельном виде, то есть, вот платье, на котором мы хотели сделать акцент, мы можем его показать в более большом виде. Здесь более подробную можно вывести какую-то информацию по данному товару, вывести более большую картинку. Тем самым, привлечь внимание к этому товару ваших пользователей. Нестандартно собранный каталог очень хорошо влияет вообще на увеличение конверсии в вашем интернет-магазине. Вы можете создавать сетки как стандартные, использовать наши стандартные сетки. Вот как раз вопросы начали поступать, можно ли сделать нестандартную сетку. Так и попросить разработчиков, или если вы сами являетесь разработчиком, вы можете создавать свои сетки. На последней конференции Битрикса, которая проводилась в Сколково в Москве, мы делали доклад, где рассказывали как раз, как создать свою сетку. Твой, кажется, доклад, насколько я знаю? Да, в моем докладе было как раз сюда. Я описывал там возможности добавления своих как раз же вариантов. Сразу мы это добавляем, получается, и в настройку компонента, и в отображение в верстке, как мы хотим отображать. И мы также можем составлять своих кастомизированных вариантов схему. Кроме этого, какие изменения еще коснулись компонента сразу для тех, кто будет делать какую-то свою сетку, свою разработку? Кроме сетки, вам теперь не нужно кастомизировать все компоненты и все элементы этих компонентов. Фактически вы настраиваете только вот этот блок, он универсальный, он генерируется для всех компонентов как один элемент и накладывается столько раз, сколько оно в сетке было указано. Соответственно, вы можете сделать верстку и сделать изменения только в одном месте, переопределить наш вид, сделать свой какой-то вид. И этот вид будет появляться в вашей сетке уникально для вашего каталога. То есть можно сделать какое-то свое представление. Запись вебинара спрашивают, да мне вебинар был. Там была конференция Битриксов в Сколково. Вы ее обязательно можете найти на нашем сайте. Запись, естественно, есть. Вы можете поискать по нашему сайту доклады Орландо. Найти, постараться. Битрикс день называлась конференция. Вы можете попытаться ее найти. Она проходила буквально недавно, зимой, да, получается? Да, да, да. Зимой проходила. Также я это описывал в нашем прошлом вебинаре. Он тоже был в конце 2016 года. Там тоже было, ну, я рассказывал, как это можно кастомизировать. Отлично. Так. О выборке я еще добавлю. Единственное, что здесь мы можем выбирать не только как наша выдача. То есть если у нас был первый товар футболка «Женская ночь», также мы его и отобразим. Также мы можем выбирать по каким-то другим критериям, например, какой товар нам выделить. Если у нас в выборке будет пять товаров, и среди них какой-то товар будет, например, новинка, мы можем сделать выбор свойства – отображать новинку в приоритете большего размера. То есть немножко будет меняться сортировка элементов, но зато вы покажете большим товаром именно тот, который вы хотите продать. Отлично. Так. Давай поговорим немножко про метки. Это вот новинка, спецпредложения. Пока Орландо готовится нам что-то показать интересное, создать нам свою метку или показать, как можно создавать несколько меток, я скажу, какие изменения произошли с метками. Произошло два больших и основных изменения внутри меток. Во-первых, меток стало можно создавать несколько для каждого элемента. То есть теперь вы можете не как раньше сказать, что этот товар просто новинка, а вы можете создать несколько меток для одного конкретного товара. Вы можете указать, не убегай, на экране как раз видно, вы можете указать расположение этой метки, то есть выбрать очень гибко, где будут эти метки располагаться. То есть это может быть верхняя сторона товара, нижняя сторона товара и так далее. Естественно, настройка может быть локально для конкретного раздела, и вы сможете тогда для разных типов товаров указать более выгодное место, чтобы она не перекрывала товар. Если мы показываем платье, и внизу просто ноги манекенщицы, которые демонстрируют это платье, то, наверное, лучше, чтобы метка находилась внизу, потому что ноги-то не особо важны, а платье важно. Можно его перенести как бы вниз, эту метку. Если вы показываете какой-то товар, который, наоборот, важнее внизу, метка может быть наверху. Соответственно, вы не будете занимать какую-то область товара, не будете перекрывать эту область, а будете показывать только то, что действительно интересно, и клиент будет видеть правильную картинку. Как использовать вообще метки грамотно, и как лучше их использовать внутри вашего интернет-магазина? Старайтесь создавать метки не абстрактные, как сделано в демо-версии, где там просто новинка, лидер продаж. Эта информация не особо интересна вашим клиентам. Клиента нужно цеплять на те движения, которые именно интересны для него. Аудитория у вас разная. Скорее всего, продавая какие-то товары, вы понимаете, что кто-то ищет определенную группу товаров, которые есть в вашем магазине. Предположим, вы продаете, я не знаю, часы. Часы распределяются на электронные, механические. Кому важны механические часы с определенными элементами, значениями? Вы можете сделать метку вот именно с этим значением. К сожалению, вот зря, нехороший пример взял, в часах не особо разбираюсь. Ну вот на примере жены, она продает тортики, вот там я более-менее в теме разбираюсь из-за того, что делаю, есть сайт, помогаю ей делать. Предположим, у нее есть направление торты без глютена. Есть определенная категория людей, которые дети не могут, или там взрослые не могут употреблять глютен. Соответственно, нужно, чтобы выпечка, которую она продавала, была безглютеновой. То есть она ставит метку на те товары, на которые она делает без глютена, и та аудитория может, во-первых, увидеть отдельную страничку. Мы можем выборку сделать из основного каталога, что здесь этот раздел полностью посвящен, то есть безглютеновой выпечке. Соответственно, мы можем и внутри каталога просто метками подсветить, что данная выпечка без глютена. И когда человек будет бежать по вашему каталогу, он будет акцентироваться на этих надписях и получать важную информацию для него. Тем самым вы будете на эту информацию ловить. На новинку и на какие-то вот такие элементы очень редко можно поймать человека, потому что, скорее всего, даже я, выбирая часы, зайду в магазин часов. Для меня что новинка, что не новинка, без разницы. Я буду выбирать часы, но точно не с позиции новинка, а не для меня или не новинка. Я буду с каких-то характеристик выбирать. Если мне нужны электронные часы, я там буду выбирать направленность какую-то, связанную с электроникой, с большим дисплеем или еще с какими-то вещами. То есть я точно не буду смотреть на новинку или не новинку. Соответственно, пытайтесь поймать и понимать, что ваша аудитория разная, что ваша аудитория приходит не просто на какие-то абстрактные значения, а именно то, что спрашивают у вас в интернет-магазине, то, что клиенты пишут вам в письмах и так далее. И создавать под нее эту аудиторию и создавать под нее вот эти вот метки специальным образом. Мы специально их сделали несколько, чтобы вы могли как бы и новинку оставить, если она тоже важна в вашем бизнесе, но и рядышком написать какую-то метку, связанную с характеристикой этого товара. Она яркая, цветная, она положена сверху картинки, она будет привлекать внимание, тем самым вы сможете ее сделать. Ну давай наложим какую-нибудь метку, давай создадим прямо новую метку. Здесь, в принципе, мы можем тогда опять же выбрать по... Просто на этих товарах слишком, я бы сказал, мало меток изначальных. Вот, например, вот здесь вот у нас уже больше товаров, которые используют эти метки. И здесь у нас мы можем сейчас посмотреть, какие метки вы уже выбраны и добавить, если что, свою. Сейчас я гляну. Так, метки товара. Новинка, лидер продаж, спецпредложение. Для этого... Сейчас я гляну, какие у нас свойства выбираются. Ну, чтобы создать свою метку, нам нужно будет добавить, опять же, это свойства в настройках инфоблока. И наподобие, как мы создавали свойства для распродажи, например. Также мы создаем... Секунду. Внизу просто вызови редактирование. Здесь мы также создаем свои свойства для метки, вида списка. Да просто измени текущую какую-то, на какое-то свое слово, чтобы понимать, что мы изменим. Ну, например, я не знаю, лидер продаж мы можем сделать там, да, без глютена, да, как ты говорил. Ну, без глютена для платят плохо подходит. Давай на вечернее. Вечернее. Вот. Ну, и здесь мы сейчас узнаем. Успели. Вот у нас стало. Новые метки, которые уже были выделены заранее для этих товаров. Ну, как раз вот на экране видно, что часть товаров с двумя метками, часть товаров с одной меткой. Какие еще интересные возможности появились внутри меток? Отображение картинки на мобильном и на десктопном режиме, оно немножко разное. На десктопе места больше, меток может поместиться больше. Вы можете, например, добавить какие-то второстепенные метки, которые, в принципе, неинтересны для мобильных устройств. В настройках появилась возможность указать, какие метки будут показаны на мобильном устройстве, какие метки будут показаны на десктопном устройстве. То есть для большого компьютера вы можете, например, показать три метки, потому что на ваш товар красиво наносятся, они помещаются и все хорошо. Так как на мобильном устройстве он автоматически адаптируется под размер экрана и картинка становится немножко меньше, вы можете не попасть в эту картинку. Всегда смотрите ваш сайт на мобильном устройстве, потому что мы видели, что процент аудитории достаточно становится высоким. Вы можете задать другое количество меток на вашем мобильном устройстве. Вы можете второстепенные метки, такие как лидер продаж, новинки или еще что-то, которые вы, как бы считаете, не являются приоритетными для вашего магазина, можете убрать, оставить какие-то метки, которые действительно интересны. Вот Орландо изменил настройку, и если на большом режиме мы показывали две метки для этого товара, то в режиме мобильной версии мы показываем только одну метку для всех наших товаров, тем самым мы не перекрываем картинку. Очень сильно зависит перекрытие картинок от того режима, который вы выбрали для компонентов отображения. Если вы увидите, что ваша аудитория в основном с мобильных устройств, старайтесь сделать каталог, у которого не очень большое количество элементов, даже на десктопе. Если вы обратите внимание, Орландо выбрал режим, когда всего три товара. Да, для десктопа это немножко крупновато, но так как мы видим, что аудитория десктопа все меньше и меньше, люди в принципе привыкнут. Зато если вы сделаете красивые картинки, вы сделаете красивые элементы, на мобильном устройстве такое количество элементов будет отображаться более красиво. Они будут красиво перераспределены, красиво показаны, соответственно, люди на мобильном устройстве будут видеть их более приятными. Соответственно, выбирая количество элементов для вашего каталога, тоже ориентируйтесь на процент мобильных пользователей. Если для большого десктопа выбор 12, 18, 20, 30 товаров на одной странице это нормально, то для мобильной версии прокрутка такого количества товаров руками она нереальна. Человек никогда не дойдет до конца, то есть он не увидит ваши товары. Лучше, если вы сделаете чуть меньше каталога и сделаете простой режим просмотра этих товаров. Мы сейчас как раз посмотрим, как можно сделать, чтобы загрузка была лэзи лоуд, так называемая, когда клиент нажатием определенной кнопки делает без перезагрузки страницу подгрузку ваших товаров. Давай поставим, что у нас всего два товара и сделаем режим лэзи лоуда для наших компонентов. Давай изменим режим товаров сначала в визуальный. Вот два поставь, чтобы вообще было прикольно. Вот этот вот выбирай, чтобы два всего товара было. У нас всего пять товаров, мы же лэзи лоуд не покажем. Ну окей, уговаривай. Уже, кстати, я сейчас перешел на другой список, где есть много товаров. Хорошо, договорились. И включим лэзи лоуд. Сразу включим это в настройках постраничной навигации. У нас появилось отображение кнопки ленивой загрузки. Смотрите, у нас фактически здесь появилось два типа лэзи лоуда. У нас есть лэзи лоуд, который просто подгружает товары, а есть лэзи лоуд, который бесконечная прокрутка. Правильно же? И как раз таки бесконечная прокрутка очень знакома тоже клиентам. Вы можете просто двигаться и товары будут подгружаться. Это будет аналог ленты во Вконтакте, аналог ленты в Фейсбуке и так далее. То есть товары будут по умолчанию понемножку подгружаться. Но мы пока кнопочкой сделаем. Вы можете поменять текст этой кнопки. Сохраняем, смотрим, что у нас получилось. Видим каталог. Что-то у тебя... А мы, наверное... Скорее всего, у нас не сохранился. Сейчас я погляну. Наверное, проблема в отображении там 4. Хотя нет. Кэш сбросил просто. Кэш вроде сбросил. Сейчас глянем. Все. Кэш сбросился. Мы показали вам всего три товара. Теперь, нажав просто показать еще, вы можете отобразить еще товары. Чем показать еще интересен вообще для вашего каталога? Если для десктопной версии это нестандартное отображение, оно вроде бы сложное для ваших пользователей. Хотя, в принципе, уже привычное для многих магазинов. Такое отображение делает Яндекс, еще крупные магазины. То для мобильной версии как раз-таки переключатель с цифрами вообще неудобен. Который вот показан. Орландо его оставил специально, чтобы мы о нем поговорили. Он вообще неудобен для мобильной версии. Для мобильной версии как раз-таки удобнее нажать определенную одну кнопочку, и ваши товары еще подгрузятся. Во-первых, сэкономите трафик ваших мобильных пользователей. Если его заинтересовал данный раздел, если он видит те товары, которые интересны ему в этом разделе, он будет потихонечку их просматривать. И это будет показываться, пока товары не кончатся. Очень удобно для мобильных версий. Поэтому вверх товары нужно ставить те, которые действительно заинтересуют ваших пользователей. И чем дальше идет человек по каталогу, можно какие-то товары показывать, которые уже менее интересны вашим пользователям. То есть вы вот так вот гибко можете делать изменения. Давайте немножко ответим, наверное, на вопросы, потому что вопросы накапливаются. Я немножко не успеваю их здесь сортировать, хотя стараюсь. Вопрос. Не появилась ли возможность получения отдельного урла для каждого торгового предложения? Это очень частый кейс. К сожалению, такая возможность не появилась. Ее просит Яндекс постоянно. Яндекс имеется в виду интернет-магазины, куда вы подаете в Яндекс. Я не совсем понимаю, зачем это внутри магазина, видеть отдельный урл для торгового предложения. Но у нас появились другие возможности, связанные с торговым предложением. Вы теперь можете влиять на отображение вот здесь элементов внутри. Вы можете сделать свою сортировку уникальную. И кроме сортировки значений по тем, то есть вы, например, красный свет можете поставить первым, белый вторым и так далее. Кроме этого, вы сможете по умолчанию сделать то пересечение, которое эффективно для вашего интернет-магазина. Предположим, вы продаете весовой какой-то товар. Естественно, вы чем ниже покажете вес, тем внизу будет меньше цена для ваших клиентов. Главное его привлечь и заинтересовать его покупкой. Вы можете поставить, что вы выбираете по 100 грамм, и цена будет показана за 100 грамм. Ну, соответственно, у вас будут характеристики, когда вы можете выбрать 200, 500, килограмм и так далее. Цена, естественно, будет меняться. Но маленькой ценой вы можете привлечь внимание. Но продать вы хотите товар, естественно, большим весом. И вот здесь получается такая некая коллизия. Вроде бы при продаже нужно поставить на первое место товары, у которых значение большое, полкило, килограмм. Но показать хочется значение маленькое. Но ставить его на первое место не очень хорошо, потому что хочется, чтобы клиент все-таки выбрал более большой товар. А мы привыкли читать слева направо, сверху вниз. Соответственно, влево хочется поставить те товары, которые с большими весами. Вы можете пересортировать вот в режиме сверху вниз и слева направо. То есть большой поставить слева. Предположим, вы больше всего хотите, чтобы продавалось по полкило. Первое будет стоять полкило, потом килограмм. Вот потом будет 100 грамм. А отображение сделать, чтобы сортировка при отображении была со 100-граммового товара. То есть отобразить ее на 100 граммах. То есть, соответственно, клиент, попадая в ваш каталог, видит цену и видит значение на 100 грамм. Но подведя курсор к товару, он видит, что здесь первым элементом стоит 500 грамм. И он, скорее всего, кликнет, если его заинтересовал данный товар. Тем самым вы его подтолкнете на покупку более большого веса вашего товара. То есть вот такими нехитрыми способами вы можете теперь внутри вашего каталога влиять на те товары. Так, тут говорят, что блок карточки товара не универсален для списка рекомендуемых товаров и бигдаты. Уже написал в ТП. Это, скорее всего, здесь имеют в виду для старых компонентов. Ну, пока что до меня не прилетал этот тикет. Посмотрим. Если вы имеете в виду про старые компоненты, то мы сделали новый компонент просмотра. Мы сделали новые компоненты бигдаты, насколько я понимаю. Ну, внутри наших стандартных компонентов. И старые компоненты просто не обновили. Мы хотим все-таки их, наверное, сделать деприкейтед через некоторое время. То есть убрать их с поставки. Потому что мы считаем, что делать отдельными компонентами достаточно сложно. Мы хотим собрать группу, небольшую группу компонентов. На данный момент это у нас 5 основных компонентов, насколько я понимаю. Это список, топ элементов, вьювит. Последние просматривали мы. И деталка. 4, получается, компонента. Это основные компоненты. Ну, еще и разделы. Показ разделов все-таки 5. Это 5 основных компонентов, которые мы будем дальше продвигать и дальше расширять. И мы считаем, что на основании этих компонентов можно сделать все, что хочешь. Мы стараемся объединить и сделать внутри этих компонентов. Перестройте ваш каталог на этих компонентах. Вы будете получать всегда новые какие-то значения. Спрашивают. Можно ли для каждой метки задать свои стили или определить цвета и форму? Ну, к сожалению, на данный момент мы не можем задавать для каждой отдельной метки свой стиль. Но, в принципе, надо подумать. Возможно, это стоит будет реализовать. Спрашивают. Можно ли выводить метку не текстом, а картинкой? Картинкой также сейчас не можем выводить. Мы можем, ну, для списочных параметров мы выводим название, точнее, значение. А для параметров, которые мы выделяем флажком, мы только выводим их название. Собственно, ну, спецпредложение – это мы просто выделяем. Это спецпредложение или нет? Ну, собственно, мы не можем нигде задать сейчас, какое изображение нам отображать сейчас. Нет такого у нас функционала. Все отлично. И еще один вопрос прям шикарный. Мне нравится. Вообще, Константин молодец, такие вопросики задает. Прям приятно зачитывать. Будет ли полноценная поддержка сеток а-ля Бутстраповский в списке компонентов? Например, я хочу разместить три товара в ряд на большом экране и два товара на маленьком экране. И четыре на широкоформатном. То есть это было бы действительно прекрасно – сделать разную сетку для разных экранов. Ну, сейчас у нас есть… Мы, конечно, не поддерживаем именно задание, ну, на каждое из размеров свое количество товаров. Но, в принципе, у нас же сетка, она сама перестраивается. Там с шести до трех, потом до двух, до одного. Пока что я не знаю, не могу сейчас ответить. Ну, просто смотри, для чего эта интересная штука могла бы существовать. Действительно, вот если для мобильной версии, для десктопной версии я не совсем понимаю, зачем это можно использовать, то для широкоформатной, неширокоформатной версии действительно это было бы интересно. То есть на квадратном экране, на стандартном ноутбучном экране, маленьком, там, 13-дюймовом, даже широкоформатном, мы, например, показываем, вот как в твоем случае, три товара, потому что на этом ноутбуке просто не влезет и будет некрасиво отображаться количество товаров, то на стандартном 1080p разрешении мы можем показать уже не три товара, а показать пять товаров. То есть теоретически будет некрасиво смотреться три товара. И можно было бы сделать отдельную сеточку для них. Или это сложно и невозможно? Я не совсем уверен. Проще, наверное, поставить просто... У нас же есть до шести товаров ряд. Для них мы как раз... Ну вот на этом разрешении шесть товаров ряд будет смотреться отвратительно. То есть они будут очень мелкие. Если сейчас ты выбрал три под такое разрешение, это оптимально. Если у тебя сайт тоже не резиновый, а он у тебя как бы статичный, то есть ширина сетки, которую ты показываешь, жестко заданная, как вот в нашем случае, то в принципе, что на широкоформатном, что на широкоформатном будет выглядеть отлично. У нас просто по бокам будут полосы. То для сетки, когда мы используем все пространство, шесть товаров для широкоформатного будет хорошо, то для такого экрана шесть будет мелковато. И здесь было бы хорошо, чтобы оно как bootstrap могло переключаться. То есть это сетка для большого экрана, а это сетка для малого экрана. Раз мы идем по разделению по вот этим вот разрешениям. То есть может быть сделать прямо отдельные ветки разделы настроек для разных разрешений, или это сложно и будет сложно настраивать. Мы можем даже дублировать их. То есть по умолчанию ты настраиваешь в одном блоке, но наследуется на все остальные блоки. Но если я для конкретного блока переопределяю, то мы говорим о том, что применяются значения, переопределенные для этого блока. Ну, пока, честно говоря, я не знаю, получится ли это реализовать. Потому что мы сейчас поддерживаем основную сетку bootstrap. Я не знаю, может быть, там какие-то добавлялись новые, так скажем, грани вот этих переходов. Сейчас нужно будет обсудить с Колей. Окей. Ну, я думаю, бог в верстке справится. Есть у нас персонаж в компании, который занимается версткой. Мы стараемся доверять ему самые сложные вещи. Мы его называем богом версткой. Так, еще вопросик. Так, давай я здесь переберу. Здесь много, чтобы не делал. Давай тогда пойдем дальше. Бигдату мы с тобой показали. Давай поговорим немножко о слайдере. Поговорим о слайдере для списка. У нас там появились новые интересные возможности. Они отлично работают на мобильной версии. Они прикольно работают на дисктопе. Вот я вижу какие-то кругляшочки. Я вижу, что картинки переключаются. Но я не вижу, что ничего не бежит. А вот я знаю, что можно там полосочку сделать. Да давай еще покажем, что у вас можно сделать. В этих новых компонентах появилось отображение с слайдером. То есть мы можем выбрать больше двух картинок. Если в прошлом шаблоне у нас было только два изображения, мы могли при наведении у нас было одно, ну и в обычном состоянии другое. То есть сейчас мы можем вводить там вплоть до пяти изображений, которые могут сами меняться. Также есть полоса прогресса. Так, секунду, я сейчас найду, где у нас. В внешнем виде. Не стесняйтесь задавать вопросы. Я буду их отвечать кому-то. Будем озвучивать кому-то голосом, буду отвечать кому-то. Буду стараться отвечать текстом. Буду отбирать ваши вопросы для озвучивания, скажем так, в эфире. И, собственно, вот у нас есть показатель слайдер для товаров. Мы можем задать время автопрокрутки в миллисекундах и показывать полосу прогресса. Сейчас посмотрим, как она выглядит. То есть у нас есть индикация, через сколько у нас слайд перелеснется на следующее изображение. Да, также это поддерживается и в деталке, в детальной карточке товара. То есть вы можете задавать теперь, получается, свои картинки. Вы можете сделать автопрокрутку. Автопрокрутка не стартует, естественно, пока на элемент не навели. Но человек может переключиться на то отображение, которое есть у него. А можно ли убрать у нас кругляшки, чтобы они не показывались? Нет, на данный момент это у нас, если только кастомизировать. А давай эту настройку сделаем, потому что клиенты пишут, что вот прикольно, когда это бежит, и люди уже начали использовать. Вот Андрей говорит как раз об этой проблеме. Но говорит, вот мне кругляшки напрягают, потому что зачем мне кругляшки по моему товару? То есть я стараюсь делать картинки, занимающиеся 100% области, и мне кругляшки на товарах на моих не нравятся. Хотелось бы их убрать. Потому что, говорит, полосочка не мешает, она прикольная, она пробежала, и все хорошо, кругляшки как бы немножко напрягают. Какой плюс еще у этой галерейки? Для мобильного устройства, так как нет понятия ховера, то есть нет понятия наведения, вот как здесь мы навели на товар, и появилось какое-то дополнительное отображение, что-то запустилось. На мобильной версии такое невозможно. Но и на мобильной версии эта галерея работает очень интересно. Там стандартными свайповыми движениями можно просматривать, пролистывать галерею, можно, если свайповые движения не поддерживают, это, например, не характерно для андроида, то можно просто нажать на товар, и экран будет слистываться, то есть картинка будет слистываться. Соответственно, если человек пытается взаимодействовать, а он непроизвольно взаимодействует с картинками, он может посмотреть несколько картинок, тем самым вы можете привлечь клиента, показав товар в фронт, ванфас и так далее. Сверху можно будет смотреть на товар с разных сторон. Соответственно, галерейка интересная, достаточно работает. Мы еще остановимся на галерее для детальки, потому что на детальке она еще интереснее, чем для слайдера. Так. А давай, кстати, перейдем к детальке, и на ней сразу галерею тогда и продолжим, чтобы не прыгать туда-сюда. Так, на детальной странице у нас также претерпевала изменения. Теперь новая верстка. Посмотрим. Давай не будем пока показывать про верстку детальки, это мы отдельно сейчас расскажем. Давай про галерею сразу начнем. Кроме того, стандартных значений, что теперь галерея может перелистываться, вы можете бежать по товару, и вот они тоже меняются. То есть не надо даже кликать. Это приятно клиентам, вот эти лишние клики, они немножко напрягали. Так и появилась возможность работать с лупой и увеличивать товар одновременно. Причем мы закрываем полностью весь экран. То есть мы можем показать товар вот так более красиво. Здесь продолжает работать лупа, и вы можете листать товары, либо переходить вот здесь сбоку по товарам. Кстати, плохо, что по наведению они меняются. 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 Отлично. Небольшая задержка. Все, небольшая задержка, вижу. Подгрузка, скорее всего, картинки не оптимизирована в каталоге. То есть можно также посмотреть на товары, которые перелистываются здесь внутри галерейки. Если галерейка не нужна стандартно, либо эскейпом, либо нажатием по крестикам, человек может уйти с галереи. Большая галерея поддерживается и на мобильных устройствах. Вы можете тоже нажать на товар, и она будет показана большой. Ее можно слистывать свайпом и так далее. То есть она очень сильно оптимизирована для мобильных устройств. Но еще из интересных моментов, что теперь накладывать лупу и накладывать увеличение можно одновременно. То есть у вас может быть смешанный каталог, и раньше были проблемы. Если включаешь полностью лупу, то вроде бы где-то она нужна, где-то она не нужна. Для некоторых товаров она не очень оптимальна. И было очень сложно. Часто нас спросили, а можно сделать и то, и то одновременно. Да, теперь такая возможность появилась. И вот как раз Орландо включил, что у нас работает и лупа, но и в то же время можно товар увеличить на весь экран, чтобы его рассмотреть более подробно. Ну и здесь можно включить лупу, то есть еще дать возможность ближе показать товар, что тоже достаточно интересно. А вот теперь можно, наверное, рассказать о новых тенденциях вообще в детальке. Да, ну по детальке у нас мы добавили как раз-таки при скроллировании. Теперь у нас появилась небольшая карточка товара сверху с основной информацией. Это название, цена, добавить в корзину, какие-то предвыбранные вами СКУ свойства. Также у нас появились так называемые вкладки, где мы здесь можем вывести характеристики, какие-то комментарии, описания. Ну и она также у нас имеет вот эту навигацию сверху. Мы можем передвигаться и видеть всю информацию по товару и в случае чего быстро реагировать на это. Также у нас здесь немножко претерпели изменения вот блок из верхний блок. У нас теперь здесь также появились свойства. Эти свойства немножко отличаются от характеристик, которые снизу. Если в характеристиках, которые снизу у нас выводятся все нами выбранные свойства товара, то здесь мы в верхней части вот диск-клуб мы можем выбрать только конкретные, которые хотим показать в данный момент для текущих пользователей. То есть то, что отличает этот товар от другого. Например, какой-то материал или цвет кожи. Также, что у нас еще, Юра, добавилось? Ну, во-первых, при скролле, ты показал, не показал, извини, я отвлекался. Галерейку ему показали. Давай про блоки, перестроение блоков. А, ну да, конечно же, у нас появились стерео при помощи... Сейчас я покажу. В настройках у нас появился два контрола. Теперь мы можем сортировать вывод торгового... Вывод порядка, порядок блоков. И, например, торговое приложение у нас отображает там снизу рейтинги, действия, количество. То есть каждый из основных блоков товара мы можем менять местами. И это не требует ни верстки, то есть это просто простыми настройками планеты. Мы можем блоки менять. Это очень удобно. Извини, я здесь немножко отвечаю клиентам на вопросики. Просто здесь вопросы такие сугубо... Достаточно ответить конкретному человеку. Так, спрашивают. А можно ли добавлять свои блоки для сортировки? То есть можно ли туда свой блок добавить? В принципе, да, можно. Единственное, я об этом еще не рассказывал, как кастомизировать, но в коде можно посмотреть. Ну, то есть для этого придется немножко кастомизировать. Смотри, а зачем кастомизировать? Теоретически мы можем добавить любой блок из хайлот-блоков. Правильно же? То есть можем сделать такую возможность. Сейчас мы, например, в средний блок добавляем только хайлот-блоки, связанные с выбором, то есть влияющие на свойства выбора. Но кто нам мешает в этот блок добавить вот эти блоки, которые вот здесь справа выводятся внизу? Вот у тебя, к сожалению, их нет. Давай выберем товар, где есть эти блоки. И можно же теоретически добавить именно эти блоки. Для чего это нужно? Представь, что у товара нет значений, которые нужно выводить для выбора. То есть нет хайлот-блоков. И картинка не очень оптимизирована для такой ширины. И немножко пустовато выглядит. А вот эти блоки есть у многих, и их прописывают для товара. Давай сделаем такую возможность, что вот эти блоки можно будет сюда добавить. Тем самым мы, во-первых, решим первое. Туда можно будет добавить любой блок с любой информацией, а они у нас универсальны. То есть вот можно прям взять и всю верстку туда добавить. Во-вторых, мы решим вопрос с добавлением туда свойств. Не нужно будет ничего кастомизировать. На стандартных айлоудах можно будет все, что хочешь сделать. И на страницу на какую-то отправить, и про акцию рассказать, и привлечь внимание к какой-то скидке, и все, что хочешь сделать. Но тут нужно будет еще посмотреть со стороны того, что сейчас, например, этот контрол, о котором мы говорим, мы не можем там убрать что-то или добавить. То есть они всегда у нас будут в этом списке. Мы меняем только порядок. Мы можем, во-первых, порядок дать поменять, во-вторых, мы можем дать возможность выбирать. Если мы сможем добавлять, удалять. И было бы даже интересно, чтобы для мобильной версии свое было. Ну то есть не все добавлять. Если для большого версии интересно показать там полный набор, то неинтересно показывать какой-то набор для мобильной версии, может быть. Но вообще замечание очень интересное. Спасибо вам, Игорь, за столь интересное замечание. Так. Если в карточке товара загружаю 10 фотографий для галереи, получается, что в карточке товара грузятся все 10 фото в полном разрешении, а не превью? Ну, к сожалению, на данный момент, да, сейчас загружается все у нас в полном разрешении, в полном размере. Ну, возможно, стоит нам подумать, да, и это... То есть уже при выборе картинки загружать... Смотри, а это действительно косяк, я согласен с клиентом. Смотри, какая ситуация. Во-первых, мы сейчас режем картинку в зависимости от ретина, не ретина. Чем эта штука отличает? Как раз-таки это у нас используется в сейл-ордер Аяксе, но в деталке и в секции у нас нет этого, да. Ну, просто мы не могли сейчас как бы менять старую логику. Все понятно. Но нужно будет все равно сделать эту штуку, потому что я согласен с клиентом, у меня есть, например, элементы, в которых по 20-30 картинок. Представляешь, сколько у меня деталка этого элемента грузиться будет? Во-первых, трафика дофига, а у меня с мобилы 50 с лишним процентов. И, во-вторых, клиент просто может не дождаться уйти. То есть получается, что я должен подумать о том, что где-то фотографии показать мало, а это не очень хорошо. Есть товары, на которые хочется показать больше. Хорошее замечание, нужно будет подумать. Так, хотелось бы иметь карточку товаров в две колонки. Большое фото и справа одна колонка. На самом деле это можно сделать и сейчас, если у ваших товаров нет свойств, то вот эта средняя колонка, она как раз таки исчезнет. То есть в эту колонку что сейчас отображается? В эту колонку попадают свойства, которые вы хотите показать наверху, но вы можете эти свойства вот сюда продублировать. Причем вы можете настраивать, что попадет сюда, что попадет наверх. То есть вот здесь могут быть все характеристики товаров. Их может быть сотни для вашего товара. А вверх вы можете отправить только те характеристики, которые характеризуют какой-то прям важный параметр вашего товара. Если вы сюда не отправляете никакие значения, никакие элементы, фактически вот эта колонка полностью скрывается. На самом деле я тебя немножко перебью. Здесь, по-моему, насколько я помню, у нас верстками поддерживают как раз таки вот этого момента. Ну, блок просто слопнется. Здесь на данный момент, по-моему, будет пустое место. То есть просто дырка будет? А давай уберем. А мы товар найдем, который без иску, какие проблемы? Ремень, например. Скорее, у нас, по-моему, нет. Есть у нас товар без иску, вал, ремень. Футболки. Футболки точно без иску. Ремни не все, а футболки точно. Вот этот с иску. Футболки, пойдем в футболки. А, блин, там размеры будут по-любому с иску. Косяк. Нет у нас без иску. Но, насколько я помню, да, это есть момент. Я гляну его. Посмотрим. Спасибо за замечание, Андрей. Очень интересно. Клиент интересную штуку спрашивает. В качестве эксперимента поставили все блоки из персональных рекомендаций на сайте, но разницы между наполнением разных категорий не нашли. На самом деле это же бигдата, она же за вами бегает. Вы заходите как клиент бигдаты, и она вам показывает те товары, которые она считает, что они приятны для вас. Весь блок бигдаты ставить ни в коем случае не надо. Это можно сделать на каких-то отдельных промо-страничках, вот как мы показывали в самом начале вебинара, когда можно собрать под какую-то тематику. То есть вы можете создать раздел, который будет называться персональной рекомендацией для вас, и туда полностью собрать из бигдаты. Сейчас же скорее нужно бигдату подмешивать внутрь выдачи. Вот например на сайте супруги я сделал так, у меня выводится 4 элемента товаров, то есть 4 секции. Я первую и последнюю секцию вывожу не бигдатовую, а в средние 2 вывожу бигдатовую. Где-то у меня показывается 3 элемента, я делаю так же. Верхняя и нижняя у меня не бигдатные товары, бигдатные товары средние. Какой минус еще у бигдатных товаров, почему ее вообще не стоит в самый верх делать? Она же делает дополнительный запрос на сервер, и товары появляются мгновенно. Если товары, которые стандартно в вашем каталоге, появляются вот так вот, бах, и сразу появились, то здесь же мы должны определить вашего клиента, и они как бы подгружаются с небольшой задержечкой. Даже видно, когда вы внутри каталога находитесь, вы делаете рефреш страницы, и видно, что товары так вот появились как бы отдельно. Вот симулировать можно, в принципе даже на установке Орландо, как это показать, как будет это выглядеть. Соответственно, лучше бигдату ставить чуть ниже первой линии. Первая линия попала во взгляд ваших клиентов, он не заметил, как подгрузилось что-то дальше. Вот видите, она подгрузилась не сразу. Давай еще рефрешек нажмем. Наверное, на вебинаре будет плохо видно, у нас задержечка и картинка уходит. Но вот нижний ряд он подгружается чуть-чуть позже. Это как бы создает такой приятный эффект, в принципе, для клиентов. Не напрягает, но товары появляются не сразу, и поэтому лучше, чтобы первый элемент был все-таки не бигдатный. Первую строчку лучше делать штатную, а вот уже ниже строчки делать бигдатную. Поэтому лучше такие эксперименты не проводить. Ну и могут быть товары неожидаемые, которые вы не ожидаете. Вы обратите внимание, в настройке, кстати, бигдата есть такая настройка. Вот давай откроем компонент списка. Там есть настройка, какие товары выводить. Я сначала тоже не понимал, зачем она мне одни и те же товары показывает. А потом смотрел, блин, вот я, простите, идиот. А я не поставил настройку, с какого раздела показывать товары. То есть у нас есть внутри бигдаты отбор. Вот у нас есть отбор, что можно выводить по определенным критериям какие-то бигдатные элементы. И вот можно показать товары из этого раздела. Если вы делаете для товарной конкретной категории, делаете показ товаров, то можете поставить эту галочку, и она будет отсортировывать товары, которые именно из этой категории. А то у меня получается так, захожу в раздел микрофонов, а мне магнитофоны показывают. Такой, не понял, откуда оно. Захожу, а, галочку не поставил. Это тоже нужно обращать внимание. Спасибо за вопросик. Так. Так, ну давай ты будешь пока показывать. Давай по лейбам тоже покажем, что лейбы у нас так же работают, как и в списке, что можно несколько. В принципе, да, то же самое. У нас тот же самый контроль. Заходи, а я пока поперебираю. У конкретного товара мы выбираем те свойства, которые мы хотим отображать как метки. Также у нас есть поддержка отображения, что отображать на мобильных устройствах. У нас вот здесь вот. Мы можем, в принципе, вообще убрать отображение. То есть, получается, мы все метки отображаем для стопа, а для мобильных устройств мы можем их скрывать. Так, у нас так же… А, ну, давай, наверное, перейдем к картинкам. К картинкам чего? 16 на 9. Да, давай. Давайте. Еще один интересный вариант, связанный, опять-таки, с мобильным устройством. Он был добавлен как раз-таки для мобильных устройств больше всего. Это показ картинок. У нас есть возможность показывать элементы вот в таком виде, когда она заполняет один к одному картинку, мы показываем. Так и есть возможность показать картинки в 16 на 9. То есть, все зависит чисто от структуры настроек каталога. И вот сейчас Орландо как раз покажет эту настройку и покажет, как это повлияет на отображение на мобиле. Ну да, у нас вообще получается как. Если по дефолтным настройкам по умолчанию у нас стоит настройка «Выводить изображение» в формате 16 на 9. Ну, это уже за делом, конечно, на будущее. Мы хотим добавить отображение видео в детальной странице, чтобы можно было сразу ознакомиться с какой-то информацией дополнительной. Вот. И в этом случае у нас для некоторых магазинов, которые особенно очень, ну, ориентированы на, как сказать, прямоугольные, да, или такие вытянутые картинки, да, получается оно немножко все суженное. Ну вот для одежды как раз-таки не характерно использовать картинку формата 16 на 9, потому что скорее человека будут фотографировать, соответственно, картинка будет высокая. Соответственно, здесь режим нужно показывать не 16 на 9, а скорее всего один к одному. Да, и мы, соответственно, в настройке можем поменять это отображение. У нас картинка немножко, как бы, будет более подходящей для вашего размера формата картинок. То есть она отображается как один к одному. У нас картинка уже более подходящая. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чуть не перезагрузился мой комп. Вопросики. Если в детальной карточке, да и не только в детальной, вот тут Константин не совсем прав, поддержка вывода диапазона цен для товаров и для СКУ в частности. Для диапазонов цен, да, мы сейчас сделали поддержку, единственное… Нас можем показать? Да, можем. Показывай. Появилась возможность, пока Орландо будет эту штуку настраивать, появилась возможность два вида данных выводить. Какие два вида данных бывают? Первое, то, что спрашивает Константин, это диапазоны. Диапазоны – это информационная, фактически информация, которую выводят клиента, плюс подталкивание клиента, увеличение конверсии, чтобы купить больше товара. Что такое диапазоны цен? Это когда мы говорим, что если вы купите товаров, этот конкретно товар от 1000 рублей до 5000 рублей, то цена будет по 100 рублей за единицу. Если вы купите от 5000 рублей до 10000 рублей, то цена будет 90 рублей за единицу и так далее. Это можно показывать визуально, можно не показывать визуально. То есть можно настроить так режим, что мы подключаем эту возможность и говорим клиентам, что чем больше покупаете у нас в магазине, тем дешевле цена данного товара. И в то же время можно показывать визуально, что такие характеристики есть, диапазоны такие существуют, и можно товар покупать все больше и больше. Так, вот, Орландо выбрал диапазоны цен. Да, я создал для элемента ССКУ фиолетовая элька, выбрал для нее расширенный список цен, то есть я указал от 0 до 3, 2, 199, ну и так далее. И мы здесь как раз-таки показываем, сразу можем показать цены, которые у нас доступны, ну и при выборе другого количества цен у нас здесь сразу меняется цена, то есть вот уже за 4 у нас 8 тысяч. Чеш-чеш-чеш, то режим редактирования. Ну вот у нас получается по 2 тысячи, от 10 штук у нас получается по, тут 10 включительно получается, от 11 штук у нас получается 19-800 цена. Да, это первая фактически возможность, которую можно показывать клиентам и подталкивать их купить больше, то есть увеличить конверсию вашего магазина. Это очень актуально, если на платях это не особо актуально, явно никто не будет из девочек покупать 2 одинаковых платья, это не камильфо. То для каких-то других товаров, где понятие количества достаточно правильное понятие, это будет очень прям такая характеристика интересная. И какая же вторая возможность, которая тоже появилась внутри каталога? Это возможность сразу продать с тем диапазоном, который необходим. То есть можно настроить так, чтобы человек, нажимая кнопочку, похожую на выбор торгового предложения, вот как они здесь внизу отображены с буковками, он может сразу положить внутрь корзины, вернее, ну как выбрать определенный граммаж, например. Это актуально, например, для продажи кофе. Там могут быть кнопочки 100 грамм, 200 грамм, 300 грамм, 400 грамм, 500 грамм. Если раньше у нас это делалось все на основании СКУ, в чем было минус такого решения? Минус решения был в том, что остаток был разный для разного СКУ, что было неудобно. Фактически это был как некий костыль, который мы придумали с Алексеем Кирсановым года два назад, но постоянно пытались его исправить. Это было очень неудобно для наших клиентов, мы это понимали. И тогда мы просто нашли решение, которое можно было очень быстро сделать при тех возможностях, которые были на данный момент. Сейчас можно сделать, чтобы при общем остатке, вы выбирая вот этим вот диапазоном, могли сразу выбрать то количество, которое вы продаете клиенту с разной ценой. Это так называемые множественные коэффициенты. Но остаток этого товара будет общий, соответственно, мы будем пересчитывать сразу же вот эту кнопочку плюс. То есть, если мы выбрали по килограмму, у нас всего килограмм, больше одного килограмма купить будет невозможно. Если мы выбрали по 500 грамм, то мы, соответственно, два раза можем нажать плюсик, ну, вернее, один раз и купить сразу за килограмм. То есть, это очень удобная возможность, она появилась в обновлении, оно, кажется, еще не ушло клиенту. Если диапазоны, по-моему, они уже есть, то коэффициенты, они вот сейчас в этом текущем уровне, да, они сейчас на тестировании. Да, оно на тестировании и через некоторое время появится у клиентов, будет очень удобно. Сам перейду, потому что вот у моей супруги как раз-таки требуется, чтобы можно было с одного общего остатка продавать какие-то товары. Это очень неудобно, вот этот же костель, который мы с Лешей и придумали использовать. Постоянно приходилось после каждого продажи конкретного товара заходить внутрь СКУ и менять остаток количества во всех товарах. О, геморрой такой был у девчонок. Так, можно ли в превьюшке разместить вот эти вот картинки превьюшек справа? На данный момент нет, у нас нет этого. Я тут даже скажу больше. Мы специально сделали внизу их. Для чего мы сделали внизу? Мы предполагали, что мы через некоторое время будем показывать там видео, правильно же? И у нас будет там 16 на 9 и, соответственно, под 16 на 9 картинки справа сузят ширину экрана. И тем самым карточка будет менее красива, поэтому мы их сделали внизу. Так. Категорию можно задать или она определяется по умолчанию? Это для бигдаты. Я нахожусь, например, в одежде для девочек, смотрю платья, мне покажут другие платья или что-то в целом из одежды для девочек. Это же, наверное, все зависит от того, в каком уровне категории ты находишься, правильно же? Это я как понимаю про... Это про бигдату. Это вот про нашу галочку «Показать из раздела». Она же по уровням понимает. Если у нас в настройках компонента передается с section ID и мы отображаем, например, штаны, да, если у нас есть еще какой-то внутренний уровень, например, штаны полосатые только, да, то будет именно из вот этой конкретной... Не от родителя, то есть будет конкретная секция выбрана. Интересный вопрос сразу задают по коэффициентам. От пяти штук первый раз добавляется по пять штук, потом по штуке. Если переключится клиент на по штуке, она, скорее всего, будет плюсовать, правильно же у нас по схеме? Еще раз. Смотри, в чем вопрос? Предположим, клиент... Вот мы сказали, что у нас есть остаток полтора килограмма. Он выбрал по килограмму, клацнул, килограмм мы добавили. Больше он добавить не может, но он видит, что горят иконки, то есть они стали серыми, стали неактивными, но горят иконки, которые, например, по 500 грамм. Он может переключиться на 500 грамм и еще добавить 500 грамм. Да, да, да. Может. Все, Андрей, у вас будет все прекрасно выглядеть, то есть вы сможете добавить еще какие-то элементы, то есть нужно по килограмму, вы дошли, например, до 15 килограмм, но вы хотите купить 15 с половиной, вы можете переключиться по 100 грамм и по 100 грамм добавить то количество граммажа, сколько надо. Оно будет полностью плюсоваться. И расчет цен, естественно, будет пересчитан в зависимости от тех, не коэффициентов уже, а диапазонов, которые вы зададите. Если вы задали диапазон цен, что при таком количестве цена будет более низкая, она будет более низкая. Это не будет, опять-таки, как на СКУ влиять, что нельзя было, вот как вы говорите, сделать. Это да, это вы говорите как раз про все те костыли, которые мы делали через СКУ. Да, через СКУ это было невозможно. Теперь это стало возможно. Так, по 5 штук можно решить вопрос через коэффициенты. Нужно решать через коэффициенты. Не стоит решать, как мы рекомендовали раньше, когда не было возможности коэффициентов. Есть ли все товары с СКУ? Работает ли сортировка, отсутствующая в конец по цене СКУ? Ну, только не по цене, а по отсутствию. Она работает, насколько я понимаю, но нужно, чтобы все СКУ были отсутствующими. То есть она у нас многоуровня, насколько я понимаю. Мы можем в конце показать все СКУшные внутри СКУ. СКУ и показать в конце все товары, когда если кончились внутри СКУ. Нужно быть, посмотри, я сейчас на самом деле не помню, как у нас именно по отборам. Там нужно будет глянуть. Там у нас добавилась, кстати, настройка по СКУ. То, что мы теперь можем отображать, например, появилось три варианта. То есть мы можем отображать СКУ только все, которые есть в наличии. Или отображать СКУ, которые, ну, то есть все, в принципе, даже есть, которые не в наличии. Также появилась новая настройка. Это если у нас товар имеет возможность подписки, мы можем отображать также их. То есть получается у нас будут товары в наличии плюс товары, на которые мы можем подписаться. А на которые мы не можем подписаться, они, собственно, и не будут отображаться. Очень много вопросов стало, уже от четырех человек поступило, связанных с СКУ использованием для вот этих вот коэффициентов. И по 100, по 200, по 300 грамм, или там по 100, по 200, по 300 чего-то, добавление внутрь корзины или вообще выбора. Еще раз, СКУ использовать для этого теперь не нужно. Это даже неправильно использовать СКУ. Нужно использовать будет новую схему, так называемые коэффициенты. Коэффициенты теперь становятся множественными. Если раньше они были одиночными, как мы делали? Мы создавали отдельно СКУ, например, ставили там СКУ 100 грамм, ставили коэффициент 100. Следующая СКУ создавалась 200, коэффициент 200. И мы, выбирая конкретную СКУшку, пересчитывали коэффициент для данного товара. Но остаток был разный для каждого элемента СКУ, что в принципе правильно и корректно. Теперь же вы можете такую штуку создать без СКУ и не нужно использовать СКУ. Вы коэффициентами создаете столько коэффициентов, сколько у вас нужно. Они из общего остатка выбирают выборку ваших товаров. Проверяется, естественно, остаток. Если у вас есть коэффициент 10 килограмм, но у вас всего 8, то это СКУ не искушка, а этот выбор будет как бы задизейблен. Вы не сможете, клиент не сможет его выбрать. Соответственно, он не сможет положить больше в корзину, чем есть у вас в остатках. Поэтому нужно будет дождаться вот этого обновления, которое на тестировании, как сказал Орландо. И в нем появятся множественные СКУ, но множественные коэффициенты. И вы сможете их использовать для этой задачи. Сам жду, если честно, не дождусь. Вот это не совсем понял вопрос. В детальке там, где у вас размеры одежды, у нас вид упаковки. Например, коробка 100 штук, пакет 500 штук, названия не убираются. Не понял. Про что, если честно? Ты понимаешь. Игорь, ваш вопрос не совсем понятен. Перефразируйте, пожалуйста. То есть мы не поняли его. Подробно. Вопрос. Дополнилась ли к диапазонам возможность продавать товары по 5 штук или от 5 штук? Ну, вы можете просто не делать коэффициент от единицы, и, соответственно, эта возможность автоматически у вас появится. Если вы поставите, что у вас минимальный коэффициент это 5, то все, фактически вы не сможете продать товар меньше 5 штук. Это очень удобно, например, для каких-то акций. Когда вы говорите, что нужно покупать эти товары по 5 штук, и тогда у вас будет какая-то суперцена. Чтобы не заставлять человека кликать 5 раз, чтобы получить эту акцию, вы можете сразу задать коэффициент от 5, поставить на этот коэффициент скидку, не на этот коэффициент, а на эту сумму скидку, поставить. Соответственно, клиент, сразу заходя в ваш каталог, будет видеть сразу этот товар от 5 штук и будет получать какую-то дополнительную акцию. Длинные названия, говорит, что не выводятся. И это, опять-таки, поднимается в виду, наверное, внутри вот этих квадратиков, но мы же вроде адаптировали. Сейчас у нас тут можно выводить хоть какого размера. Да, мы, насколько я знаю, мы адаптировали название. Если вы говорите про название внутри выбора, эту давно проблему пофиксили. То есть там, в принципе, сейчас можно писать и коричневый. Да, да, да. Все, что хотите, можно писать. Этот частый кейс был, его очень спрашивали. Так. Да, вот как раз-таки про это, правильно. Все, теперь понятно, что говорил Игорь, что у вас либо короткий. XSL – это давно проблема решена, решена для новых компонентов. Если вы используете старые компоненты, естественно, вы не видите изменений. Если вы возьмете новые компоненты, то в новых компонентах все хорошо. Там можно писать «шоколад молочный» или «платье вечернее». И это название будет полностью выводиться. Еще один плюс, что раньше у нас коэффициенты, характеристики, вот эти все, которые выводились, или свойства для выбора, они у нас были под кликами. И клиент не видел всех свойств. А сейчас, вот если вы обратите внимание на экран Орландо, как раз открыто, началась вторая строка. Это очень сильно просили клиенты, потому что было очень неудобно, что они скроллились. Клиенты не видели, сколько вообще есть вариантов. Очень часто было так, что на экран помещалось, вот как у Орландо, 4, а там их всего 5, и появлялся скролл, который, в принципе, не особо нужен. Теперь элементы выводятся вот в таком виде. То есть мы выводим элементы столько, сколько вы элементов создали. Для некоторых клиентов, скорее всего, это может быть неудобным. У кого там, например, 500-600 значений. Но тут уже, простите, таких клиентов единицы. Все-таки больше тех, у кого значений достаточно немного, соответственно, им будет удобно. Либо мы, может быть, сделаем какую-то, может, переключалку. Может быть, да, да. Так. Расширенное управление ценами – это здорово. Но почему нет инструмента для массового изменения цен для расширенных диапазонов? Ну, кто вам сказал, что его нет? Инструмент есть. Скорее всего, мы еще не прокинули в него настройку для диапазонов, потому что диапазоны появились вот буквально недавно. Мы их вернули в компоненты. У нас диапазоны были очень давно, но они никогда не поддерживались компонентами. Мы их вернули. И, скорее всего, мы проапдейтим этот компонент. Надо пометить. И мы его, скорее всего, проапдейтим, расширенное изменение цен сделаем для этого. Превьюшка тоже скроллится. Превьюшки также… Скроллятся. Они не скроллятся. Превьюшки, они также… Ну, вот я под скроллом вот это и понимал. В смысле, они, как раньше у нас был скролл, как у ССКУ, сейчас у нас они также просто пойдут во второй ряд. А, все, я понял. Ой, извиняюсь. Я понял, про что говорят, спрашивают клиенты. Да, Игорь, извините, они не скроллятся, они как вот набор вот этих вот элементов, они фактически второй ряд начнут. И тоже, если много картинок, все картинки клиенты увидят. Тоже достаточно удобно, мне кажется. Так, вывод ССКУ сделать отдельным компонентом для возможности кастомизации. Это уже спрашивали, да. Но тут достаточно сложно сделать отдельным компонентом. Я боюсь, что потом будут проблемы с настройками. Из-за того, что у нас настройка в настройке компонента – это несколько метров. Ну, я видел, это же для задач, например, если они списком выводят, да, например. Да, да, чтобы кастомизировать этот список. Вообще, штука интересная, наверное, знаешь, что нужно сделать скорее? Не отдельным компонентом его, а отдельным айтемом, как мы сделали для элементов. То есть, чтобы они один айтем мы исправили и могли задавать сетки айтемов. То есть, сетка такая для таких превьюшек. Сетка у нас фактически вот сейчас два варианта. Ну, почему только два? А если клиентам нужен третий, четвертый, нам, наверное, нужно так же сделать. Дать возможность показывать конкретный элемент и делать какой-то кастом. Я думаю, интересная задача. Спасибо за вопрос. Как настроить, чтобы Big Data выводила товары только в наличии? Никак. Ну, да, на данный момент Big Data ориентируется на настройки компонента, то есть, секции той, в которой вы выставляете. Если у вас секции выставлены, отображают только товары в наличии, то Big Data просто не выведет этот элемент. То есть, фактически, вам нужно перестроить вышестоящий компонент. Но, опять-таки, имеется в виду для использования Big Data внутри новых компонентов. То есть, если вы поставили какие-то элементы в новых компонентах, у вас в настройках этого компонента стоит, что показывать отсутствующие товары внизу или не показывать товары, а тут получается, что только не показывать, потому что она не может перестраивать секции, мы вывели ее где-то в середине, то, скорее всего, нужно включить ее, вот эту настройку. Но тут сразу возникает вопрос, вот Сергей сфразировал интересную проблему, поднял. А не сделать ли нам настройку отдельно для Big Data этого движка? Мы вниз не можем опустить. И нам, по идее, для всего компонента внизу актуально, чтобы элементы все-таки показывались, то для Big Data, скорее всего, должно стоять не показывать. Ну, надо посмотреть, да. В принципе, это реализуемо. Спасибо, Сергей. Интересную тему подняли. Мы обсудим ее отдельно. Скорее всего, сделаем, что это будет отдельный колл-контрол настроек. Интересная тема. Спасибо большое. Ширина картинки сейчас одна-вторая ширины страницы. Если мне по дизайну надо большую ширину картинки, есть решение? Ну, решение всегда есть, конечно же. Кастомизация. И на данный момент, конечно, все варианты сложно охватить. Мы не хотим сделать такие же превьюшки для детальки, чтобы можно было бы по-разному собирать элементы. Так же, как в списке. То есть, вот смотри, у нас сейчас три колонки. Но кто нам мешает сделать, чтобы там человек мог выбирать из списка три колонки, две колонки, одна колонка, шире, уже. На самом деле, для верстки там изменения минимальные. В целом, да, это можно сделать. Нужно просто сделать. Нужно просто, да, сделать. Подумать, какие варианты можно вообще, в принципе, придумать, которые будут полезны. Обратите внимание на мобильном. Если открыть Zoom, некоторые фотки наезжают на список. Не совсем понятно, про что вы говорите. При открытии галереи на мобильном в Zoom, она открывается вообще полностью, закрывает весь экран. Поэтому там такое понятие, как наезд, не должно произойти. Она полностью перекроет картинку. Давайте посмотрим, есть ли проблема. Сейчас проверим. Так, пока проверяет Орланд эту штуку. Так. В слайдере не хватает управления жестами на мобильных. Там же есть управление жестами. Там есть управление жестами на мобильных. Но смотрите, это сильно зависит от аппарата, на котором вы делаете. То есть, для андроида, например, свайповых движений нет. И они там хардкодятся по-другому. Вот на некоторых андроидах может не сработать эта штука. Сильно зависит от аппарата. Так. Показанный диапазон цен как-то интегрируется с 1С управления торговлей. Это только настройка магазина. Конечно, интегрируется. В 1С на стороне 1С есть расширенные диапазоны, есть расширенные коэффициенты. И мы, скорее всего, выгрузим. Вернее так. Внутри 1С нет диапазонов, но есть коэффициенты. Коэффициенты мы без проблем выгрузим. Для диапазонов нет смысла что-то выгружать, какие-то диапазоны, потому что мы можем в 1С отправить просто ту цену, по которой клиент купил. И все, в 1С попадет правильная цена. Там никаких проблем нет. Скорее всего, так как еще не вышел даже апдейт для коэффициентов, для буса, чуть позже выйдет изменение для 1С. 1С у нас достаточно быстро делает изменения. Наш парень, который занимается 1С, он, я думаю, быстро это добавит. Смотри, клиенты не понимают, а как они сделают выборку из разделов каталога, связанную по продажам в штуках или в рублях. У нас же там не в штуках, а в рублях, просто ты вывел самые продаваемые. На самом деле, Илья, здесь какая проблема? Мы проверяем не количество проданных товаров, а мы ставим какую-то галочку или какое-то свойство или характеристику, которая характерна для данного товара. То есть, фактически, это обман владельцам, клиентов наружи. Очень редко автоматический диапазон по продажам ставится. Это, скорее всего, бизнес ставит какие-то товары, которые он хочет продать. Поэтому я говорю, лучше не использовать лейбы, самые продаваемые, самые популярные. Это обычно, те, кто понимают, понимают, что это обман. Очень редко оно ставится по каким-то реальным продажам. Очень сложно по продажам сделать, потому что у вас в какой-то момент времени продажи чего-то будут большие, в какой-то момент времени не пропадут, сменился модельный ряд или еще что-то. И будет еще другая проблема. Если, например, продается 4S, он сейчас популярный, айфон 4S, и он у вас вышел в топ, что при появлении 5S вы его не сможете наверх поставить, хотя он у вас самопродаваемый. Потому что 4S, например, за эти года столько напродавался, что он всегда будет в топе, а его уже нет в наличии. То есть, конечно, там можно регламентировать, что он исчез, но не дай бог у вас он один на остатке, он у вас будет висеть вверху очень долго и очень напрягать клиентов. Поэтому вот эти все настройки – это обычно какое-то свойство специальное, которое проставляется руками вашими контентщиками, либо массово меняется в списке товаров. И, соответственно, вы выводите его как самопродаваемый по вашей логике на данный момент. Это не самопродаваемый по пересчете на деньги. Так. Батарея у тебя почему-то пишется. Сколько у меня? А я не знаю. Ну, давай вот так сделаем. У нас есть батарея, у меня здесь 100%. Так, ну давай, наверное, будем закругляться. Уже полтора часа вебинар. Что мы еще хотели показать? Мы хотели показать SOA. Ну, я имею в виду закругляться с вопросами, пока не с вебинаром. Давай покажем еще один новый компонент, который, в принципе, уже вышел достаточно давно, но он закругляет как бы весь комплекс и дает возможность понять, что мы закрыли весь диапазон. У нас есть список товаров, у нас есть детальная карточка товаров. И, естественно, нам нужно красивое новое оформление заказа. Давай скажем, что изменилось из новинок, так как он уже вышел и клиенты, в принципе, с ним уже знакомы, а многие уже, как я, например, полностью давно используют. Давай расскажем о том, что изменилось по фидбэку, который давали клиенты. И, может быть, кто-то в вопросах подскажет нам какие-то новые изменения, которые мы сможем сделать. Вообще, изменений, конечно, много. Мы постоянно какие-то делаем улучшения. В данный момент мы сделали вот уже это обновление, насколько я знаю, в тестировании также ушло. Это экономия. Ну, и теперь выводим общую, получается, сумму скидки. Если раньше у нас компонент немножко криво отображал скидку, то есть мы показывали только скидку на доставку, а на товары мы не знали, сколько мы сэкономили. Теперь мы выводим полностью скидку с экономией на товарах, на доставке. То есть мы можем, опять же, кастомизировать эту фразу экономию. Также появилась, кстати, замена фраз, например, доставка, если у нас было 0 рублей, мы теперь можем заменять ее на бесплатный и так далее. То есть такие мелкие доработки, ну и исправление постоянное. Насколько я помню, что пришло на ум. Так, ну самое главное фактически это то, что мы теперь имеем возможность, во-первых, показать выгоду, которую клиент получит при покупке данного товара. Мы имеем возможность показать отдельно скидку на доставку, что раньше мы не делали, а мы ее просто суммировали вообще. Потому что очень многие играют скидкой на доставку. Они закладывают стоимость доставки внутрь товара, а потом просто показывают там 0 доставку. И мы ее нигде не выводили. Но интересные изменения, больше ничего интересного не появилось внутри. Ну сейчас, да, я не вспомню даже. Постоянно какие-то правки, поэтому... Какой-то редиско записывать надо. Так, ну наверное будем тогда закругляться. Давай переключимся на наш... То, что они идеальные. Спасибо большое вам за вебинар. Будем закругляться. Было приятно вам рассказывать и показывать новинки и изменения. Будем надеяться, что мы вам что-то новое показали или ответили на ваши вопросы. Было очень много вопросов. На какие-то я старался ответить сразу, какие-то я писал. Было приятно вам все это рассказывать. Если вам понравился вебинар или не понравился вебинар, оцени, пожалуйста, его в комментариях. Поставьте оценку от 0 до 10. Нам очень важно ваше мнение. Если у вас есть идеи, то на сайте идея 1sbitrix.ru вы можете их оставить. И спасибо вам за внимание. Было приятно вам рассказывать про новинки. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...